военный эксперт Сергей Гравский. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Да, Сергей, здравствуйте. Вот, подключайтесь, пожалуйста, к нашей беседе. У меня создается такое впечатление, что путинские генералы в большом стрессе, что они бегают на фронт и погибают там на фронте, но они в предвкушении некой большой чистки, потому что в скором времени, вот, очень скоро начнут уже искать виноватых. И другая сторона этого же вопроса, не могут ли эти генералы превентивно просто свергнуть Путина и объявить его главным виновником всех своих неудач? Вы знаете, вы совершенно правы в том вопросе, что они сейчас бегают на фронт. Надеюсь, как бы спастись от этого. И тут мне на память приходят слова моего дяди, фронтовика. Он всегда повторял марш вперед, марш вперед, штурмовые роты, и впереди Васлава ждет сзади пулеметы. Он прошел через это, то есть, да, и здесь абсолютно объективно, что генералы, знаете, лучше пойдут на фронт, то есть, они будут поближе к солдатам. А по некоторой информации, не только в этом ситуация, а еще в том, что средние и младшие командиры просто самостоятельно отказываются выполнять приказы, поэтому генералы, как говорится, вдохновляют своим личным примером солдат в атаку, как это делал Семен Михайлович Путеный в 41-м году под Ленинградом. То есть, к чему это привело, мы все знаем. Поэтому я боюсь, что это жест отчаяния, но вместе с этим, знаете, есть еще одна такая интересная особенность. И, по моему мнению, именно вот такие действия говорят о том, что как раз генералы и не будут свергать Путина. Они не пойдут туда, они будут стараться как-то бросить побольше людей, то есть, доложить, что сделано все возможное, то есть, избежать любого наказания. Но, ну, зная немножко изнутри российскую военную элиту, это не те люди, которые сегодня могут скинуть Путина, потому что Путин для них, по сути своей, является благосостоянием. Им уплевать на жизни солдат, но Путин для них это благосостояние. Сергей, скажите, пожалуйста, вот мы говорим о гибели генералов, и вроде бы там он 11-й или 12-й, но это не точные данные. На самом деле, точно уже более-менее известно о гибели 4-х генералов, которые подтверждены. Но на самом деле мы же не знаем, или на самом деле они были на передовой, потому что они же могли быть в колонии, они могли ехать, передвигаться. Почему мы решаем, что эти генералы ведут своих солдат на передовую, тогда, когда у них есть лейтенанты, майоры, полковники, те, кто должны быть там? Вы знаете, есть просто определенная шкала нахождения генерала в боевых порядках. Да, естественно, его место есть, он должен находиться на КП, ЗКП или на передовом командном пункте. И это расстояние четко определяется, как минимум, 40-60 километров от линии фронта. Потребности в пребывании генерала ближе этой линии нет никакой, если это действительно генерал, который отвечает за свои действия и он полностью управляет войсками. Потребность в таком приближении появляется исключительно во время, когда и в тех ситуациях, когда нет другой возможности повлиять на ход войны. Да, безусловно, генерал может прибыть на рекогностировку, да, безусловно, генерал может сделать смотр войскам, но это должно делаться до того, как. А в наступательной, подчеркиваю, именно в наступательной операции необходимости нахождения генерала в боевых порядках войск, там, при перемещении, перемещаться вместе с войсками и других задач просто не существует. В этом нет необходимости. Для этого у него и есть аппарат, который называется штаб. Скажите, пожалуйста, вот этот роман с такой очень знаковой фамилией Кутузов, это вообще известная личность? Это потеря для российской армии, генерал Роман Кутузов? Вы знаете, честно сказать, абсолютно все равно, потому что в российской армии командует только один генерал, его имя и его фамилия всем известный, это генерал Шаблон. И знаете, вот прошло три месяца боевых действий, и можно назвать генералов украинской армии, которые действительно ведут бои, которые там, например, были героями уже обороны того же Николаева, героями обороны Киева, мы их знаем пофамильно. А в российской армии генералы представляют точно такую же серую массу, только выделенную лампасами, как и, в принципе, вся остальная армия. Нет инициативы, нет каких-то идей, даже, знаете, очень трудно выделить какой-то почерк, потому что даже вот сейчас, внимательно следя за развитием ситуации на Донбассе, мне трудно определить, на каком фасе находится так называемый знаменитый генерал Дворников. То ли он находится в районе Изюма, то ли он находится в районе Попасной, потому что везде почерк абсолютно одинаковый. Массовые отстрелы, наступление так называемой пятерней, и никаких знаковых событий нет. Вбрасывание в бой резервов по мере их поступления, не накапливая, и изматывание противника просто катастрофическими обстрелами, то есть украинские войска. Но может быть все-таки причина вот в этой самой вертикали, то есть для того, чтобы приказ от генерала дошел до самого низа, он должен пройти по всей вертикали, и точно так же донесения снизу доверху, и кроме того, они же еще снизу-снизу посылают всякую туфту, приукрашивают свои успехи. Пока это доходит до генерала, пока потом от генерала это спускается снова вниз, и по всей видимости это не работает, и генерал понимает, что он в конце концов получит по голове за все вот эти провалы, и он, да, преодолевая страх, едет на линию фронта просто для того, чтобы увидеть своими глазами, где ему наврали, и для того, чтобы просто сократить вот эту командную цепочку, потому что, ну, мы видим крайнюю неэффективность ее работы. Ну, абсолютно, мы об этом, собственно, и говорили, то есть если неэффективно работает штаб, если неэффективно работает командный состав, или отказывается выполнять приказы, то в сущности это та же самая неэффективность, вот поэтому генералы в отчаянии выдвигаются на передовую. Простите, мы за три месяца войны, имея такие жестокие битвы, еще не потеряли, я имею в виду, украинская армия не потеряла ни одного генерала. Хотя как раз у украинских генералов, понимая сложность этой ситуации, гораздо больше оснований находиться именно в боевых порядках войск, поддерживая их, но мы же их не теряем. Но украинская армия воюет по-другому, там много горизонтальных связей, там координация идет горизонтальная, там поощряется инициатива на местах, там, в общем-то, они воюют совсем не так. Абсолютно правильно, абсолютно правильно. И в этом беда, почему я и наставлю, что сегодня в России есть только один знаменитый генерал, генерал Шаблон. Они боятся, боятся отойти от этого шаблона. И вот правильно вы абсолютно подметили, вертикальный спуск команды сверху вниз, получение донесений снизу вверх. И те генералы, которые просто боятся быть репрессированной путинской машиной, они вынуждены принимать, с точки зрения военного планирования, нестандартные решения, и перепрыгивая через несколько элементов командной цепочки по вертикали, спускаться вниз до уровня роты батальона и попадать в такие переделки. И, по-моему, этим объясняется тот уровень потери российских генералов, которые мы имеем. Скажите, пожалуйста, что произошло под Изюмом? Я так понимаю, что, как сообщил Ермак, 35-я российская армия полностью там разгромлена, они понесли какие-то катастрофические потери в технике и живой силе. Что там произошло? Ведь под Изюмом были сконцентрированы основные их силы. Да, абсолютно. Собственно, ну, насчет полного разгрома нет, потому что по всем военным меркам объединение, если оно потеряло более 25% личного состава основных видов вооружения и боевой техники, уже считается небоеспособным. Собственно, оно уже не может продолжать боевую операцию. Именно здесь мы видим те вот отчаянные попытки, когда, помните, мы, по-моему, сами говорили, что еще 16 или 17 апреля путинская армия начала движение от Изюма в сторону Барвенкова. Потом они поменяли это направление, начали наступать на Славянск. Они тыкались из стороны в сторону, пытаясь найти какую-то слабину во фронте, про которую мы тоже с вами говорили, что ее нет просто. Это система опорных пунктов и глубинных позиций. То есть они, как говорит российский военный преступник Гиркин, они сточились. Они просто своими атаками сточили свои силы, бросая в бой каждый день новые и новые подкрепления. И даже если мы возьмем статистику, давайте примем условно эту статистику правильную, хотя у меня по украинской статистике тоже есть вопросы, если быть откровенным. Но потери в сутки роты для наступающей армии, что пехотные роты, что танковые роты, это очень много. То есть 4 дня батальонная тактическая группа стачивается. А здесь, посчитайте, 10 батальонных тактических групп, если по нашим расчетам брать, стачились. Поэтому нет ничего удивительного, что 35-я армия, которая находилась на острие удара, понесла такие потери. Кроме того, любой военный, который занимался планированием, скажет вам, что целесообразных нахождений в боевых порядках того или иного соединения или объединения составляет буквально до 30 дней. Больше люди физически не выдерживают. А здесь их бросали, бросали в бой, подводили им резервы, которые сходу вступали в сражение. И результат очевиден. То есть они продвинулись, если я не ошибаюсь, на 3 или на 5 километров всего. Северодонецк. Что произошло там? Потому что, насколько я понимаю, украинская армия просто в буквальном смысле заманила туда оккупантов. Они туда вошли и уже сообщали о том, что город занят. И потом они оказались в таком каменном котле, где тоже, в общем-то, их там очень хорошо, как вы говорите, сточили. 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 И сточили просто на русском сленге сточить это что-то съесть, да? Ну вот сточить. Затачить. Затачить. Ну и в новостных каналах это все преподносится как некая операция или специальная операция ВСУ. Может быть, вы что-то да об этом знаете. И так я понимаю, что на сегодняшний день украинцы вовсе не собираются сдавать Северодонецк. Вы знаете, здесь нужно немножко без лишней эйфории внимательно посмотреть, что в сущности произошло. Нужно понимать, что Северодонецк является не военной, а политической целью. И здесь, по моему мнению, украинцы просто использовали шанс как бы добыть больше всего преференции из этой ситуации. Потому что Украина проводит оборонную операцию. И задачами этой оборонной операции является изматывание противника, нанесение максимального ущерба, принуждение к отказу от наступления и так далее и тому подобное. Можно долго говорить. Здесь мы имеем абсолютно схожую ситуацию, когда противник на эйфории зашел в город, ввязался в уличные бои. А нужно заметить, что прекрасно понимая соотношение в силах и средствах по бронетанковой технике, у украинцев не было другого шанса как позволить противнику небольшими пехотными группами зайти в город. Потому что там исключается поддержка массированными бронетанковыми колоннами, очень ограничена поддержка артиллерии и авиации, потому что можно нанести удар по своим. И там, где Украина уже использует свое преимущество, так называемые горизонтальные командные связи и инициативу на местах, они нанесли удар противнику, который все-таки более вертикально структурирован и не имеет тех преимуществ, которые имеет украинская армия. Скажу вам больше, по тем данным, которые были у меня, Украина уже вела в общем-то арьеркардные бои, то есть в городе оставались подразделения национальной гвардии и территориальной обороны, дали возможность противнику зайти. Опять же, мы уже имели пример Мариуполя с его Азовсталью. Здесь есть нечто подобное, именуемое промзоной в Северодонецке, то есть противник зашел туда и был как бы достаточно сильно уничтожен, если можно так сказать. Уничтожен, но, поймите правильно, это только промежуточное решение, потому что для Путина и для Кремля Северодонецк стал таким фетишем себе, и они опять с удвоенными усилиями бросают в бой подразделения, то есть до тех пор, пока украинское командование будет видеть целесообразность в обороне и изматывании противника на улицах Северодонецка, эти бои будут продолжаться. Но нужно понимать, что у Украины есть план Б, правда, в данном случае этот план Б называется Лисичанск, то есть А Лисичансск это просто по ту сторону северского конца. Да, 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 да. И он находится на такой некой возвышенности, я там был неоднократно по своим делам уже после 2014 года, поэтому я бы сказал так, для меня, как для военного это место более привлекательно для обороны. И там, там, я скажу, что российскую армию будет ждать гораздо больше сюрпризов. Тем более мы же понимаем, что сейчас время играет просто критически важную роль, потому что для россиян кровь из носу нужно успеть до 10 июня, чтобы 12 июня в день России праздник, который никто не понимает, о чем он в общем-то. Вернее, мы можем рассказать русским. Это, по-моему, день, когда Ельцин победил на выборах вот тогда, в начале 90-х, что-то в этом роде, по-моему. Да-да-да, что-то такое, вот видите, что-то в этом роде. То есть спросить, как говорится, пересечного россиянина, как мы говорим, что это за праздник, они не знают. Но, тем не менее, дата есть, и к этой дате они будут отчаянно рваться, чтобы выйти на границы севера Донецка и доложить о взятии города. Ну и, кроме того, сейчас продолжаются просто активные обстрелы, просто ужасные обстрелы. Я имел честь вчера беседовать с своими друзьями, которые только вернулись с фронта. По всей линии соприкосновения в районе Попасной. До Бахмута включительно. Просто жуткие обстрелы, непрерывные. Где только можно. Вот, 12 июня, это день принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. А, что, что-то в этом роде. Суверенитет от кого? Да, 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 да. Действительно интересный вопрос. Скажите, пожалуйста, Зеленский посетил Лисичанский, Солидар, с чем это было связано? Это такой акт, чтобы поддержать боевой дух? Да, безусловно, потому что, еще раз говорю, я имел честь вчера общаться со своими друзьями. И вы, как воины, вы тоже понимаете, насколько это страшно, находиться под непрерывным огнем часами. То есть, я, по-моему, уже рассказывал, как Россия действует. То есть, они посылают так называемых мобиков, то есть, людей, мобилизированных на оккупированных территориях Луганщины и Донецк. То есть, собственно говоря, по большому счету самих же украинцев они бросают. Самих же украинцев, по ним открывает, естественно, огонь, засекаются огневые точки украинских войск, и потом по ним часами, подчеркиваю, часами работает артиллерия, перемалывая все, что там можно, в щебень, в труху, в пыль, лишая возможности, ну, как бы, даже зацепиться для обороны на этом участке. Это просто лунный пейзаж. Поэтому, и только таким образом Россия имеет возможность продвигаться вперед. И то не везде, не всегда, потому что Врубовка, Белогоровка, которая на Донецкой, на этой Луганской, Да, другая, маленькая Белогоровка. Да, маленькая Белогоровка, они постоянно переходят из рук в руки, и там бои продолжаются просто с ужасающей интенсивностью. Да. А что происходит сегодня в Донецкой, в Донецкой, говорю, в Херсонской области? Там, вроде бы, есть продвижение украинцев в сторону Херсона, в сторону Новой Каховки. Да, есть очень осторожное продвижение. Об этом, как-то, знаете, очень эпизодически сообщает. Но, вместе с тем, главное достижение украинской армии, ну, я бы его обозначил таким, что лихие десантники Украины взяли населенный пункт Давида вброд. Там, правда, был взорван мост, но им удалось закрепиться на левом берегу Ингульца, что создает такой определенный плацдарм. Противник пытается отбить по мере возможности те населенные пункты, которые также перешли под контроль Украины. Там идут, и эти пункты переходят из рук в руки несколько раз. Но в связи с тем, что войск противника там, ну, по моим оценкам, примерно около 10 тысяч, может быть, даже меньше, там около сотни танков всего, им закрепиться и удержать всю эту территорию достаточно сложнее. Потому что, знаете, в отличие от Украины, они держатся за каждый кусочек территории, для них отойти – это что-то ужасное. Украинцы на этом не сильно, простите за мой жаргон, заморачиваются, поэтому там создалась ситуация, когда есть все тенденции и возможности к дальнейшему развитию успеха. Но он будет зависеть от того, как сложится дальнейшая битва на Донбассе. То есть вот эти ближайшие несколько дней будут очень важны для нас, как минимум до 12-го числа. Ну, смотрите, Сергей, Северодонецк, Изюм, Херсон и еще поступают сообщения о том, что ВСУ отбивают наступление врага в разных частях Украины, там, где идут бои. Можно ли считать, что это вот то самое долгожданное окончание некого ресурса российского в этих хотя бы направлениях? Или это все-таки продолжают эти тактические бои и плюс информационная война? Вы понимаете, тут нужно разделить понятие ресурса. Понятие ресурса, мы понимаем, что Россия имеет колоссальный ресурс. Но ресурс на месте у нее очень ограничен. То есть на сегодняшний момент они как бы использовали большинство своих сил и средств. То есть если вы даже возьмете карту боевых действий, вы увидите, что активные боевые действия, ну, я имею в виду атаки, контратаки, они проходят буквально в нескольких локациях. Такого достаточно вменяемого вида. Мы говорим о Северодонецке, мы говорим об этом, уже можно назвать Северодонецким выступом. На других направлениях, в том числе, мы говорили за Херсон, мы говорим за Северную Таврию, даже за Харьков, там нет таких активных продвижений. То есть там противник практически остановился, не имея возможности ни сосредоточиться, ни наступать. То есть мы говорим о том, что текущие ресурсы российской военной группировки измотаны настолько, что наступательные действия сейчас не представляются возможными. А все-таки, вот давайте вернемся к Херсонской области. Там, я так понимаю, вообще чисто открытая степь. Как там вообще можно закрепиться? Как там вообще можно как-то, не знаю, вгрызться в грунт для того, чтобы отражать наступление? Ну, знаете, если брать уже степь, то да, там как бы открытые пространства, но давайте не будем забывать. Россия все-таки имеет преимущество в воздухе. Поэтому они этим и занимаются, они создают такие протяженные линии обороны, они отливают из бетона огневые точки, делают укрепленные позиции, понимая, что Украине придется, ну, имея надежду, что Украина будет их штурмовать. Конечно же, Украина не будет их штурмовать, но исходя просто из того, что никто в лоб такие позиции штурмовать не станет. Поэтому под прикрытием пока авиации, которая давлеет в воздухе, нужно понимать, что они как бы, в этом есть смысл. Насколько будет развиваться событие, опять же, как я общаюсь со своими друзьями, никто, конечно, не будет бросать солдат в лобовые атаки на такие позиции. Есть понимание необходимости нанесения таких масштабных ударов, ударов по линиям коммуникации, по командным пунктам, по местам сосредоточения боеприпасов, горючего, для того, чтобы вынудить противника бросить все и бежать. Да, но если их выбить тогда из этих бетонных укрытий, то получается, что дальше им просто негде прятаться. Нет второго эшелона, куда отходить. Абсолютно. Абсолютно. В этом-то и суть вопроса. Как мы говорим, то есть, когда негде прятаться, то есть, при наличии достаточного количества вооружения, которое мы ожидаем уже в ближайшее время, уже легче будет справляться с группами противника на открытом месте. Скажите, пожалуйста, но вот ситуация с ПВО за последний месяц, она же должна была значительно улучшиться, и российские самолеты, российские крылатые ракеты довольно часто попадают под украинское ПВО, я уже не говорю про вертолеты. Да, абсолютно. Оно так и есть, хотя я буду с вами предельно откровенным, меня иногда раздражают вот эти сообщения о том, что украинские ПВОшники сбили, или не ПВОшники, украинские войска сбили 9-10 орланов и так далее и тому подобное. С точки зрения эффективности использования имеющихся средств, это достаточно неэффективные методы, потому что, знаете, я так подозреваю, что Россия специально посылает орланы, чтобы уничтожить имеющийся ресурс ПВО Украины, а потом наносить удары авиацией. Поэтому мы имеем такие, знаете, уже осмелевших русских, которые уже иногда используют авиацию, особенно в таких отчаянных ситуациях, как Бахмут, Северск и Славянцы. Но даже того количества средств ПВО, которые имеются в Украине, достаточно, поэтому мы сейчас получаем информацию о сбитии одного-двух вертолетов или самолетов каждый день. То есть в этом смысле есть какое-то улучшение. А вот все остальные вот эти виды натовского вооружения, вот судя по тому, что мы слышим и видим, они вот буквально в эти дни уже должны поступать в распоряжение украинской армии на линию фронта и менять ход войны. Что происходит с этим, с новыми видами? Ну, вы знаете, да, они поступают, но давайте будем тоже предельно откровенны. Мы получили 110 гаубиц М777. Из них 90 находятся на линии фронта. 90 гаубиц – это 5 дивизионов, если мне память не изменяет. Но 5 дивизионов на фронте, если я не ошибаюсь, где-то как минимум 700 километров, но они не могут решить исход сражения. То есть насыщение этими средствами должно быть гораздо больше. И именно сейчас, понимая, с чем мы имеем дело, украинская делегация или украинское правительство переломило ситуацию и наконец-то принято решение о поставках именно систем залпового огня. Вот эти хаймарсы, хаймарсы, они когда прибудут? Ну, они уже в дороге. Они уже в дороге. Они уже в дороге. Мы ждем их буквально со дня на день. Ребята уже прошли подготовку в Латвии, в Польше. То есть ребята уже с нетерпением ждут, когда их будут использовать. То есть буквально, я думаю, это вопрос дней или ближайших двух-трех недель. Ну, двух-трех недель гарантированно. Скажите, мы постоянно говорим, все время говорим о военных действиях, то, что происходит на линии фронта или около этого, и практически не касаемся экономики Украины. И насколько вот сегодня стало известно, что вроде Турция и Россия договорились об экспорте украинского зерна на тех условиях, которые пока мисс Украины не подходят, они понятны почему, потому что надо разминировать порты. В принципе, что происходит сегодня с экономикой Украины? И мы на самом деле на Западе, вот в Израиле, мы видим абсолютно четкое повышение цен на масло. То есть это зависит от украинского зерна. И то же самое происходит в мире. Но мы видим повышение цен. Это имеется в виду подсолнечное масло. Подсолнечное масло. Но мы видим повышение цен. А Украина не получает деньги. Это разные вещи. То есть как с экономикой в Украине сегодня? С этим вопросом очень сложно. Очень сложно, потому что надо быть откровенным. Украина потеряла в южных и восточных областях достаточно большие площади подземледелия, что является одним из ключевых факторов экономики. Украина сейчас потеряла возможность по экспорту металлопродукции, металлопроката и даже железной руды. Украина не имеет возможности экспортировать уголь. Ну а местная производственная база она как бы находится в состоянии, которое может обеспечить только минимальные потребности самого государства. То есть так, чтобы люди не голодали. Ну с продуктами проблем нет. Мы понимаем. И плюс наносятся все-таки ощутимые удары по инфраструктуре. Например, пару дней назад был обстрелян Николаевский элеватор. Это ни в коем случае не военная цель, но ситуация, я бы без преувеличения не сказал, очень сложная. Но даже тот же бензиновый кризис, который мы сейчас переживаем, говорит о том же самом. То есть уже больше месяца мы не можем наладить вменяемые поставки по объективным и субъективным причинам топлива, которое позволяет нам в достаточной мере обеспечивать работу в том числе и сельского хозяйства. А даже на освобожденных территориях, чтобы вы понимали, не приходит даже ни одного дня, чтобы мы не получали информацию о подрывах на минах, сельскохозяйственного инвентаря и гибели людей. Именно на минах, на не разорвавшихся снарядах и так далее и тому подобное. Ситуация крайне сложная. А что происходит с противокорабельными системами? То, что сегодня говорил Зеленский, что если они будут поставлены, это будет лучшая гарантия для того, чтобы Украина разрешила разминировать порты и прибрежные зоны? Ну, вы знаете, эти корабельные системы, да, они могут позволить разминировать порты и прибрежные зоны, хотя я в этом, честно говоря, не вижу никакой необходимости от слова совсем. И это чисто риторический вопрос. Мы же понимаем, что те минные поля, которые ставила Украина, она также имеет и карты проходов по этих минных полям, по таким минным полям. Поэтому от разминирования этих территорий ничего не зависит с точки зрения Украины. То есть зачем это нужно делать, я не понимаю. Пусть Россия занимается разминированием тех фарватеров, которые она заминировала, и карт минных полей, которых нет. Это другой вопрос совершенно. Но в данном случае это, знаете, может быть такое промежуточное решение, связанное, собственно, с тем, что Украина может иметь такой ракетный зонтик, который не позволит кораблям противника приблизиться достаточно близко к берегу. То есть если будут какие-то гарантии, я так понимаю, какие-то гарантии будут, то есть мы можем себе позволить такую роскошь, хотя непонятно зачем, разминировать фарватеры, акваторию Черного моря, для того, чтобы пропустить карваны судов. Но если по этим карванам начнут наносить какие-то удары под видом того, что якобы Украина не разминировала что-то, это будет уже откровенная провокация. Ну вообще на самом деле Ирдуган мог взять на себя всю гарантию, и турецкие суда могли бы вывозить украинское пшено, зерно, и тогда пришлось бы этот вопрос. Не только это, нужно понимать, что Черноморский флот Турции больше всех военно-морских флотов, всех стран Черноморского бассейна вместе взяты. Ирдоган может обеспечить даже гуманитарные конвои своими собственными силами. Он же, как страна НАТО, может как бы гарантировать эти вещи. Да, но он не хочет ссориться с Путиным, с которым у него тоже такие выстроенные выстроенные особые отношения и завязанные на интересах в Сирии, на интересах в Ливии. Поэтому я бы особо на Ирдогана не делал расчет. Но знаете, о чем подумал Сергей? Вот главный, самый главный ресурс Путина в этой войне, это вот эти огромные склады старых ржавых взрывающихся железяк, которые производил Советский Союз в течение 70 лет и складывал их там. И вот эти запасы, они просто неисчерпаемы. То есть все говорят, что санкции лишат Путина на войну. Ну, может быть, они и лишат его на войну, денег на новые какие-то боеприпасы. Но вот этих старых у него хватит еще на миллион лет. Потому что, ну да, они там взрываются через один, они многие отсырели, они многие там взрываются прямо в руках у солдат, которые их там пытаются погрузить куда-то. Но, тем не менее, они летят, они стреляют, они взрываются. И вот этот ресурс у него неисчерпаемый. Или я не прав? Вы абсолютно правы. И я с вами согласен на тысячу процентов. Но есть другой ресурс, который исчерпаем. Это живая сила противника. И даже, как я уже неоднократно подчеркивал, даже такой пример, который можно привести, можно иметь тысячи и тысячи танков. Но приняв как правду объявленные потери, то есть 1300 танков, в большинстве случаев мы говорим, ну, давайте говорить о достаточно большом количестве танковых экипажей, которые точно так же погибли. И в этом состоит вопрос. Потому что российская армия, несмотря на окажущуюся ее грозность, она просто не имеет достаточного количества танкистов, которые могут управлять этими машинами. Я уже не говорю об авиации, которая понесла просто катастрофические потери, которых Россия не несла никогда в своей современной истории. А если мы говорим о танковом экипаже, то его нужно готовить как минимум 3 месяца. Ну, как говорится, взлет-посадка, если говорить об этом, то 2,5 месяца, не меньше. А если мы говорим об авиации, то мы говорим о годах. И вот этот ресурс, он является конечным. Потому что сейчас привлечь людей на службу достаточно сложно, понимая большие потери, а скрыть их уже невозможно. Объявить мобилизацию в России, это будет означать национальную катастрофу. И Россия, да, имея колоссальные финансовые ресурсы, может позволить себе за полмиллиона нанимать солдат. Но даже эти полмиллиона, они как бы не будут тем решающим фактором, который позволит России поддерживать количество войск на достаточном уровне. На сегодняшний день, когда мы говорим, да, в России просто колоссальное количество железа, которое ездит и стреляет, но при этом в их боевых порядках численность батальонных тактических групп уже во многих местах сократилась с 800 до 600. То есть они на грани боеспособности. Если мы говорим про танковые экипажи, то вместо трех людей там двое. А другая колоссальная проблема России это отсутствие базы мобилизационного развертывания. То есть отсутствие тех десятков и сотен инструкторов, которые могут учить или восстанавливать навыки так называемых резервистов. У них этого не было никогда. А зная специфику российской армии, именно этой может быть той соломинкой, которая переломит спину верблюда. А вот что тогда, Сергей, скажите, что может оказаться решающим фактором для победы России в этой войне? России? России, именно России, да. Вот в той ситуации, учитывая ту ситуацию, про которую вы только что сказали. Вы знаете, я не вижу решающих факторов для победы России в этой войне. Я просто не вижу, потому что, да, количество, если мы берем статистику потерь, знаете, все-таки учился в математической школе, спасибо моему учителю математики, он меня заставлял думать, изобренный Париж Григорьевич Ороч, но он также учил верить цифрам и доверять только цифрам. И даже несмотря на то количество потерь, которые мы видим, и они имеют тенденцию к некому уменьшению, но это все равно колоссальные потери. Россия не может себе позволить такие потери в ближайшем будущем. Опять же, техника. Да, можно садить в железные гробы экипажи и на какой-то эйфории их пускать. Это техника 20 века, и она была заточена под задачами на 20 века. Это в том числе касается и тех крылатых ракет, которые Россия все шире и шире использует. То есть устаревшие Х-22, Х-55 и так далее, и тому подобное. Но затратность по сравнению с эффективностью там минимальная. И мы понимаем, что даже такая страна, как Россия, она может себе позволить определенный порог потерь. И этот порог потерь, это примерно 300 тысяч убитых и раненых. К чему они, собственно, приближаются. Да. Вот сегодня все обсуждают новую версию, которая была опубликована немецким журналом «Шпигель», и что Германия не поставляет свои танки Украине, опасаясь, что украинская армия разгромит российскую, и украинские танки перейдут российские границы и пойдут, не знаю, видимо, на Москву. И поэтому Германия опасается, что она не сможет Украину остановить, и вот она не хочет вот этой картинки, что немецкие танки снова бороздят гусеницами русскую землю, что-то в этом роде. Насколько такая картинка кажется вам реальной? Или это полная шизофрения? Это полная шизофрения, потому что немецкие... А почему тогда немецкие танки будут бороздить украинскую землю? Ну да, логично. По которой они точно так же ходили, а по которой это самое. А второй вопрос, знаете, вот мне очень обидно, что при всем уважении к нашим западным союзникам иногда создается впечатление, что они дальше компьютерных игр не имели дела с военным делом. Они не понимают такого понятия, как оперативное наполнение территорий. Да, можно там допустить, что какой-то леопард перейдет границу, а что дальше? Кроме того, что эту территорию захватить, ее нужно удерживать. То есть поймите правильно, что как мы с вами идем, допустим, по песку, по берегу моря, за нами остаются следы. В данном случае мы проходим расстояние, а за нами остаются следы. Так вот, чтобы эту территорию удержать, нужно протягивать логистические цепочки, нужно создавать линии коммуникации, эти линии нужно охранять. То есть нужно дополнительные войска, войска и войска, которых в Украине просто физически нет. Поэтому всерьез рассматривать этот вопрос, что украинские танки немецкого производства, что перейдут границу России и пойдут куда-то в глубину страны, но нельзя принимать. Ну да. По слову совсем. Ну да. Танковый марк-бросок на Москву, мне тоже что-то не кажется реальным. Ну тут даже вопрос, а где мы их будем заправлять в том количестве? Да. Но все-таки, тем не менее, мне кажется, что первичность здесь то, что Германия боится дать Украине оружие и потом уже придумывает самые разные отмазки, почему она уважительные причины, почему она до сих пор этого не сделала, несмотря на заявление Олафа Шольца. И, ну, честно говоря, я от Германии ожидал больше. Ну, вы знаете, для меня ничего удивительного нет. Я вам открою страшную тайну. Как бы общаясь со своими друзьями из Германии еще с 2014 года, они мне сами говорили, что никто не ожидал, что будет война в Европе. И нужно понимать, что Германия просто не уделяла достаточно внимания поддержанию высокой боеспособности своей армии. Поэтому из того железа, которое находится на охранении вооруженных сил или на других складах Германии, достаточно небольшая часть этого железа может оперировать в качестве вооружения и боевой техники. Это первое. А второе, ну, знаете, с 2014 года, если суммарно посмотреть процент помощи, которая пришла в Украину от вооруженных сил Федеративной Республики Германии, он будет настолько ничтожно мал, что как-то жили без него, переживем и дальше. Тем более из всей номенклатуры, о которой мы с вами широко говорим, я что-то не помню, что мы обсуждали какое-то действительно важное германское оружие, типа галбицы и так далее и тому подобное. Да, мы говорим о французских, да, мы говорим о английских, американских, но о германском оружии я чуть не слышал. Так что переживем без этого. Швейцария изменила свою позицию? Швейцария разрешает поставлять оружие своего производства в Украину? Ну, говорят, что да. И вы знаете, тут как бы, когда швейцарцев спросили, а почему вы поддерживаете санкции? Вы же как бы всегда следовали политике нейтральности. Но они сказали, что в данном случае эти санкции это не оппозиция нейтральности, это возможности пресечения глобальных угроз всем демократиям мира, поэтому здесь они не видят никакого противоречия в своих действиях. Ну, я так думаю, что Швейцария, если не дала, то, скорее всего, даст разрешение на поставки оружия, тем более ей это не будет стоить абсолютно ни франка, ни центра. Ну да, это речь идет о поставках оружия третьими странами, просто Швейцария им поставляла оружие в свое время под обязательство, что они не будут их поставлять третьим странам без специального разрешения Швейцарии на этот счет. Это, в общем-то... Но уже вроде бы прошла информация, что они не будут возражать против того, что их оружие будут поставлять в Украину, и будем надеяться, что это в скором времени будет чувствоваться на линиях фронта. У меня такой вопрос по поводу Джонсона, то, что происходит сегодня в Лондоне с его однопартийцами, которые выдвигают против него якобы вотум недоверия. Я надеюсь, оно не пройдет, потому что там недостаточно людей, но не кажется... И мы знаем причину, по которой они якобы выдвигают разные вечеринки во времена коронавируса. Но не кажется ли вам, что не в этом дело, а именно принципиальной позиции Джонсона по поводу Украины? Ну, безусловно. Безусловно, и мне это не кажется. Я в этом твердо убежден, и достаточно просто посмотреть на, скажем так, количество инвестиций в Лондон со стороны русских олигархов, или русских власть придержащих, чтобы понять, насколько объективным или циничным может быть интерес, именно финансовый интерес определенных представителей лондонских политических, или вернее британских политических, экономических кругов, в том, чтобы несколько осадить эту принципиальную позицию Бориса Джонсона и как бы вернуться к удобному существованию с российскими деньгами. Поэтому никаких сомнений в этом нет. Ну, да. Что ж, с нами на связи был военный эксперт, Сергей Градский. Сергей, мы благодарим вас за участие в нашем эфире и ждем следующих. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова